и сегодня мы поговорим о визуальных эффектах цветного контурного изображения и о том как это меняет внешний вид иллюстрации в домашнем задании вам нужно будет воспользоваться приложенным файлом с упражнением и поэкспериментировать с различными цветовыми контурными изображениями чтобы получить различные результаты но перед тем как перейти к упражнению давайте посмотрим на этот шар как вы можете видеть это освещенное изображение шар из черной линии по периметру я включил опцию сохранить непрозрачность пикселей поэтому мои мазки не выйдут за пределы слой шаром но что если ли не будь не черный а темно-синий вот я выберу голубой цвет и затем сделаю его немного темнее как вы можете видеть теперь шар выглядит совсем по-другому можно сказать что он стал мягче и более реалистичным от того что вы поменяете черный контур на контур иного цвета может поменяться очень много и дело в том что иногда вам нужно будет сохранять контурные линии на изображении вы не всегда будете рисовать изображение без контурных линий но черный не всегда лучший цвет для контура и вот я снова сделал контур черным как видите шар теперь выглядит безжизненно цвет как будто скован черной линии он выглядит холодно получается очень резкая граница между белым фоном и голубым шаром давайте теперь посмотрим на тот же самый эффект на иллюстрации гориллы у нее мягкий мех я также нарисовал на ней броню чтобы можно было увидеть эффект с различными поверхностями взаимодействие твердого и мягкого и если что-то мягкое как мех к примеру то контур лучше сделать менее контрастными вот смотрите я сейчас увеличу масштаб я включил опцию сохранять непрозрачность пикселей я выберу серый цвет и сделаю его слегка темнее его значение даже меньше чем 50 процентов и в темных участках цвет может быть даже немного темнее смотрите но как видите контур горилла теперь не такой жесткий как ранее когда линия была черной теперь когда контур меха стали мягче видно что горилла выглядит совсем иначе и в рисунке больше деталей как вы видите есть разница между контурами меха и брони но что если немного поменять и броню и сделать контур того же цвета но немного темнее так контраст будет по-прежнему высок но линия не будет мертвого черного цвета она будет слегка колоризована что сделает ее более активной и именно так броня больше похоже на настоящую медь совершенно другой визуальный эффект как вы могли заметить хотя изменение было совсем небольшим я поменял черную линию на оранжевую такое действие действительно активирует материал но как вы видите в некоторых участках детали недостаточно выделяются и поэтому мне нужно их слегка затемнить опция сохранять непрозрачность пикселей делает процесс работы куда легче мне не нужно беспокоиться что я вылезу за край я просто рисую очень большими мазками нанося изменения в нужные мне участки и теперь смотрите слева оригинальное изображение справа обработаны как вы можете видеть в итоге на рисунке по-прежнему виден контур но изображение уже не похоже на картинку из мультфильма который создается за счет использования черной линии вместо этого наш рисунок получился более утонченным я советую вам загрузить pdf документ с гориллой внизу страницы и попытаться поработать с контурами поменять цвета или же вы можете поработать собственными иллюстрациями и все что вам нужно контурный рисунок на отдельном слое эта техника не сработает если у вас отсканированное изображение лучше всего если рисунок был создан не на бумаге а вы просто наложили контур на отдельный слой я желаю вам удачи попробуйте поработать с контурами спасибо за внимание